Девушки отдыхают Мне очень жаль, матушка Не плачь, доченька Не плачь, тише, тише Ну-ка, пойдем Ослым Госпожа Хадия Если вы пожелаете, мы вместе можем спасти будущее Ослым Ничего не случится, если решать бюджетное место Если вы позволите, я готов выделить финансы для обучения Ослым Спасибо огромное, госпожа ЖТ Но мы не можем это принять Всего доброго Ты счастлив? Ты осознанно испортил будущее, девочки Тары, ты чего злишься на меня, я ничего не сделал Потому что какая нам разница Пусть ее родители беспокоятся Кстати, она знает, что попортила репутацию Мюнтаз Порой я не могу понять, как ты терпишь себя Да, ну ладно Я возьму вашу роспись, а дальше вы сами все уладите Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Матушка Если хочешь, ты можешь уже идти Чтобы тетя Розия не волновалась Нет, нет, она не будет волноваться К тому же я с этим рано поздороваюсь Немножко посижу и пойду Мама Видишь, она все еще спит И тетя спит Ты лучше иди Ладно Уйди кофе и пойду Никуда не тороплюсь Что здесь случилось? Здесь есть кровь Здесь кровь есть Где мама? 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 Мама где? Что-то случилось? Мама Мама Мы пришли к дороге Я доставлю тебя в больницу Извините, пожалуйста Нужно снять ее в больницу Конечно Конечно Мама Этот б***ь Дженгиз слишком много задолжал. Приведите, мы сюда поговорим. Брат, Дженгиз из-за долгов в тюрьму посадили, я так слышал. Чтобы сбежать от меня, он даже в тюрьму попал. Так передайте ему. Не знаю, как он должен выплатить долг. Иначе уничтожить. Плохая новость, да? Брат, мы купили билеты в Измир. В скором времени отправляемся. И вещи наши уже почти собраны. Надеюсь, это к лучшему. Благодарю на дорогу, брат. По возвращению я наберу тетину ран. Счастливого пути, сестра. Счастливого. Дядюшка, мне правда очень жаль. Не хотел бы я заставлять вас это пережить. Я еще раз приношу свои извинения. За все. Я безмерно благодарна вам. Счастливого пути, доченька. Вы готовьтесь, у меня тут дела есть в комплексе. Я их решу, я провожу вас. Жюля Дея. Почему вы меня не дождались? Думаешь, у нас было время думать о тебе, Мемтас? Опять я во всем виноват, да? Да, ты во всем виноват. Ты мог все развеять до того, как все дошло до этого. На наших глазах будущее молоденькой девушки испорчено. Я издалил все, что мог. Но ты знаешь совет по правилам. Они все спринимают слишком серьезно. Что я мог сделать? Я что, должен был им всем угрожать, что ли? Не рассказывай мне сказки, Мемтас. Если бы ты действительно хотел помочь, ты бы помог. Жюля Дея. Я пытался им помешать. Все-таки на кону стояло отчисление нашего сына. Но я смог добиться того, что ему назначили лишь маленькое наказание. Извини, конечно, но... Он занял для меня на первом месте. Субтитры создавал DimaTorzok Матушка, могу я перед отъездом в последний раз поговорить с Сузаном? Ты на меня разозлишься, да? Я просто хочу попрощаться с ним. Он только всего сделал, чтобы спасти меня. А я даже благодарить его не смогла. Это всего лишь две минутки. Но не затягивай, чтобы мы не опоздали на автобус. Хорошо, матушка, я не опоздаю. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А Слэн? Она с мамой вернется в Измир. Они не смогут оплачивать обучение. Я не думаю, что они примут от кого-либо помощь. Вот как. Я расстроилась, отец. Но они окончательно вернутся домой, не так ли? Ну вот как, я расстроилась. Мы со сном нормально общались. Грустно мне. Ладно, доченька. У меня много дел. Ну, вечером дома поговорим. Пока. Увидимся, папочка. Увидимся. Слава всему, что мы избавились от них. Наконец-то они свалят отсюда. Матушка, мне нужно бежать. Я должна видеть, как она уедет отсюда. Я не могу это пропустить. Сумасшедшая. Послушай. Не смей издеваться ей, что-либо говорить ей. А то не дай бог Узан узнает. Да нет, не буду ей ничего говорить. Пусть поедет из своей деревни, плачет горько. Наслаждайся, Маргаритка. Наслаждайтесь. Можете помощь? Я просто не могу дверь открыть. Я заперт. Фатих? Ты заперт внутри? Учитель, да, это я. Учитель, я опоздал на советы, нужно срочно бежать. Уже нет смысла, Фатих. Совет уже принял решение. Их решили на время отстранить от обучения. Я вернусь домой. Ты взяла меня за руку. И два часа мы ходим к той двери. К этой. Непонятно зачем. Ой, тетушка Анасифия, ну серьезно, мы столько ходим, ты постоянно что-то говоришь. Ну что такого? Мы увидели всего несколько человек. Тетушка Рызия. Ага. Наша парочка идет. Тетушка Рызия, где матушка? А она не дома? Нет. Там кровь на полу. Кровь на полу. С мамой что-то случилось. Что ты такое говоришь? Мама, она упала, что ли, я не знаю, порезалась, в общем, что-то случилось, мама. Боже мой. Эй, Люль. Эй, Люль, дорогуша. Твоя мама упала, потеряла сознание. Один пареньев поднял ее. От ее стороны больницы. Они в сторону Мулы поехали. Мама, сестрица. Сестрица, ты за тетей на сельфе, присмотри хорошо. Беги, Курай, беги. Здесь кто-нибудь есть? Можете ей помочь? Что случилось? Не знаю. Немедленно принесите носилки. Я нашла ее без сознания. Слушай, отвезите ее в палату. Пожалуйста, зарегистрируйте вашу маму. Нет, ну они знают, что можно было лишить основным бюджета. Но она ведь умная, порядочная студентка. Как они могли играть в ее будущем, учитель? Если бы я мог ответить тебе, если бы я не был здесь заперт, все могло быть по-другому. Дверь была снаружи заперта? Да, учитель, кто-то специально запер меня словно. Кто мог это сделать? Я знаю человека, который мог такое сделать. Я хочу кое-что спросить. Заседание еще продолжается? Да. Несколько вопросов еще не рассматривают. Хорошо. В таком случае, это говорит о том, что мы еще можем что-то сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Озан. У меня не так уж и много времени. Мы очень скоро уедем обратно в Измир. Я знаю. Я не смогла нормально поблагодарить тебя. За что? За то, что я уничтожил твою жизнь? За то, что я постоянно создавал проблемы в твою голову? Это правда. Ты создавал мне проблемы. Но и спасал от этих проблем меня тоже. Всегда ты. Ты и проблемой был на мою голову. И спасителем моим, понимаешь? Я что, тебя больше никогда не увижу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тоже уезжаю. Озан, нельзя. А что будет с твоим обучением? Ты не можешь это сделать. Озан, ты не можешь бросить вуз. Ты станешь выпускником. Обещай мне. Я не могу сидеть на месте, Аслан. Тихо, как умер мой отец, дом стал для меня адом. Словно это место не мой дом. А потом пришла ты. И я почувствовал себя дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если тебя здесь не будет, у меня нет смысла оставаться здесь. Прощай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Придет день, и мы снова встретимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже если не будется ждать вечно, я подожду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Озан, не посыпай так со мной. Не уезжай. Послушай, я знаю, ты очень расстроен, сынок. Но ты не можешь вновь забросить универ. У меня нет ни единой причины оставаться здесь. А Слым уезжает. Озан? Сынок, ты куда направляешься? Озан уезжает. Он опять покидает, мать. Я тебя не покидаю. Мы не до конца расстаемся с тобой. Просто я не буду жить здесь. Озан. Сколько раз твоя мама будет терпеть эти муки? Ты что, не расстраиваешься, что ли? Не видишь, как ей больно? Пожалуйста, дайте мне собраться. Я все равно не поменяю своего решения. Жюли Дэй. Пойдем, дорогая. Оставим у Зона одного ненадолго. Приветствую всех. Я главе совета по правилам Фатих Аяс. Из-за этого происшествия я не смог вовремя прийти. Поэтому все принтеры на свой решение я обгуляю. Поскольку вы не явились на заседание, сам господин Ментас предъявил меня право провести его. К сожалению, на данный момент у господина Ментаса нет возможности назначать вас. Можете посмотреть в этом документе. Я как глава советую по правилам. Хотел бы еще раз обсудить ваше решение по поводу Озана и Аслан. Но господин Ментаса отсутствует. По правилам, один человек может отсутствовать до заседания. И вы это прекрасно понимаете. Господин Фатих, пожалуйста, займите свое место. Здравствуйте, дядя Ментас. Отец рассказал мне о случившемся. Мне очень жаль. Я хотел узнать, как там Озан. Проходи, дочка, проходи внутрь. Проходи, доченька. Тетушка Жиледея, не плачь. Прошу тебя. Озана всего лишь временно отстранили. Это летний конец света. Дитя, тетя Жиледея не из-за этого плачет. Озан опять нашел способ разочаровать, расстроить маму. Берчин, Озан уезжает. Ну, бросает университет. Он уезжает? Куда? Почему? Потому что Озан уезжает. Для него нет смысла оставаться здесь без нее. Я думал, что я вновь завоевала сына. Но я вновь потеряла его. Озан, что тебе нужно? То, что ты делаешь неправильно. Ты разрушаешь свое будущее. Каких пор тебя начало интересовать чужое будущее, помимо своего? Ты Асуэн тоже об этом сказал? Если бы я знал, что она выслушает мне, я бы ей тоже сказал это. Но кажется, я ей не очень нравлюсь. Озан, послушай, не уезжай. Пожалуйста. Ты знаешь, в каком сцене сейчас находится твоя мама внизу? К тому же, ну, уедешь ты, что ты будешь делать? Будешь скрываться? Это свое решение. Если бы не мое уважение к дяди Тарыка, я бы сейчас обидел тебя. Не дави на меня. О, дождь дяди Тарыка? Значит, я теперь не твоя подруга? Значит, теперь наша дружба и совместные воспоминания для тебя ничего не значат? Перчин, выйди из моей комнаты. Выйди. Перчин, выйди из моей комнаты. Перчин, выйди из моей комнаты.